Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы сводим в эпичной битве два весьма популярных смартфона близких по ценнику. В правом угол ринга Realme 6, в левом Redmi Note 9S. Оба смартфона обладают неплохими техническими характеристиками, а на борту у них камни от извечно конфликтующих чипмейкеров. У Note 9S чип от Qualcomm, а именно Snapdragon 720G, у Realme 6 это Mediatek, а именно Helio G90T, но вот кто же из них окажется мощнее, сейчас мы с вами и постараемся узнать. Ну и на примере первой игры, это как всегда китайская версия 9-го Асфальта, мы видим, что новый дракон таки опережает уже закалённого в боях 90-го, с перевесом около 20%, в зависимости от карты. Если на Redmi на максималках играется комфортно, то на Realme лучше спуститься к средним. И ребят, если вы хотите поддержать канал и помочь мне с выпуском новых интересных видео, это было бы очень кстати, вы просто можете зарегистрироваться по ссылке в описании в онлайн кинотеатре Кинопоиск HD, и я буду вам очень благодарен. Думаю ни для кого не секрет, что у Кинопоиска HD есть одноимённый онлайн кинотеатр, который любой уважающий себя киноман просто обязан посетить. Ну а сейчас это особо актуальная тема. Интерфейс сайта максимально прост и понятен, тут можно с лёгкостью найти новые серии любимого сериала прям в день выхода, а главное без трёх топоров и в нужной озвучке. А используя мой промокод, вы не только поддерживаете канал, но и получаете двухмесячную подписку совершенно бесплатно, а также другие приятные бонусы. Так что переходите по ссылке в описании под этим роликом, используйте промокод и смотрите хорошие фильмы. Следующая игра это Real Racing 3, и тут оба смартфона показывают себя на равных, лишь с небольшой разницей на уровне погрешности геймплей и там и там максимально комфортный. А вот в Gear Club мы снова видим перевес на стороне нового дракона, правда не такой значительный, как и в девятом асфальте, да и картинка на обоих смартфонах выглядит немного по-разному, но в принципе без счётчика FPS разница практически незаметна. Горит автоспорт на максималках опять демонстрирует разную картину, например на Realme она более гладкая и приятная, а вот на Redmi вся в лесенках, зато FPS практически вдвое больше, чем на Realme. На Realme снова приходится опускаться к низким. А вот CRS 2 на максималках оба смартфона показали себя хорошо, но вот Realme существенно вырывается вперёд практически с двухкратным отрывом, ну разумеется геймплей более приятный будет на нём. В Dead Effect 2 лидерство снова выхватывает Redmi, однако на максималках можно поиграть на обоих смартфонах ниже 33 FPS, не проседает. НТЗД 2 настройки максимальные, тут снова перевес на стороне нового дракона, правда у него всё равно проскакивают микрофрезы, так что максимально комфортно можно поиграть на средних, правда на них смартфоны будут вести себя уже одинаково. Субтитры создавал DimaTorzok В Live Auto аналогичная ситуация, где на ультрах мы видим сильный перевес на стороне Redmi, а на средних оба аппарата примерно равны. Но тут фрезов на Redmi нет даже на ультрах, а с просадками до 36 можно спокойно смириться. Dead by Daylight несмотря на разницу у FPS одинаково не играбели на максималках, так как частенько встречаются подлагивания, а управление становится неотзывчивым. А вот на низких мы уже увидим до более знакомую картину, когда оба смартфона показывают, можно сказать, идентичные FPS, да и микролагов практически не встретить. Warface Global Operation опять на стороне нового дракона. Не стабильный 60 FPS, но все равно вполне комфортные значения, чего не скажешь, а G90T на нем тут комфортно уже не поиграешь, так что советую выше средних не выставлять. Ну и такая же ситуация в Modern Combat Realme просто задыхается на максималках, хотя опять же местами картинка как будто более четкая, но не суть, графику все равно приходится снижать. А вот в Shadowgun Legends на ультрах G90T по какой-то причине просто разрывает нового дракона, разница около 40-50%, и вот на нем на максималках уже можно смело поиграть, а на Redmi, увы, нет. Так с просадками до 23 FPS и микрофризами далеко не убежишь. Ну а в Stand Off 2 и Critical Ops оба смартфона показывают прекрасную производительность с небольшими различиями. Без счетчика FPS разница увидеть невозможный геймплей, отзывчив на обоих аппаратах. А вот Free Fire тяжелее дается все же Realme, на ультрах встречаются просадки до 37 кадров, и в бою это заметно, хоть и не критично, но на Redmi, можно сказать, все ок. А вот в Call of Duty оба смартфона ощущаются примерно равными друг другу, разница будет заметна только на счетчике FPS, который на Realme почему-то повис, так что пришлось замерять через ПК версию отставания на ультрах, можно сказать, минимальная. Субтитры сделал DimaTorzok А вот в PUBG на максималках можно поиграть только на Realme, на ноуте максимальные настройки графики будут недоступны, да и FPS на шестерке будет вполне стабильным и крутится около комфортных 40 FPS. На средних оба смартфона будут выдавать стабильные 40, а вот с приложением GFX Tools и самыми высокими настройками графики и разрешения, до поры до времени оба смартфона будут показывать прекрасные результаты, но вскоре Realme начнет просаживаться вплоть до 23 FPS, так что Redmi на ультрах все же будет попредпочтительнее. Субтитры сделал DimaTorzok Спортнайт на высоких доступна только на Realme 6, но вот комфортно поиграть на них можно только с очень большой натяжкой. FPS падает до 24, а микрофризы чистенькие гости, так что все равно максимально комфортно поиграть можно только на низких, ну или на средних, но опять же на этих самых низких оба смартфона будут показывать примерно одинаковый результат. Субтитры сделал DimaTorzok ARC Survival Evolve одинаково неиграбельно на низких, на обоих смартфонах геймплей максимально нестабилен и неотзывчив, так что приходится скручивать еще и разрешение, ну а в такое мальцо уже играть-то неохота. А вот Mortal Kombat на максималках приятнее катать на ноуте, хотя до фаталити я бы сказал на обоих играется нормально, ну а во время фаталити FPS конечно же ниже проседает на Realme, так что тут победитель ноут. В PS 2020 опять практически двойной отрыв на стороне Redmi, тут все видно невооруженным глазом. Mobile Legends Bang Bang одинаково играется на обоих смартфонах, разница можно сказать и на уровне погрешности и вариативности игровых ситуаций. А вот в Lineage конечно же приятнее играть на Redmi, хотя микрофрезы проскакивают на обоих, так что на постоянку я поставил микс из средне-высоких, ну а на Realme не выше средних. Но Black Desert перевес прям вообще какой-то катастрофический, и скорее всего он заключен в отсутствии одного компонента, а именно оптимизации. Я очень надеюсь, что ее в скором времени тоже завезут. GTA San Andreas в противоположную сторону ведет себя как-то неадекватно на новом 720G Dragon, максималки тут вообще лучше не трогать, а вот на Realme идет значительно лучше. Тут таких жестких просадок и фрезов практически нет. Вот лучше всего показал себя Redmi, хотя опять же просадки и фрезы встречаются на обоих смартфонах, и без колдонства с конфигами графику в игре сейчас просто так не поменять, и поэтому вот как-то так. Ну и в заключении World of Tanks, настройки всегда ультра, и да, G90T снова сливается. К сожалению, чип не может в танке на максималках, хотя и на 720 встречаются просадки, правда на геймплей они сильно не влияют. В отличии от Realme, там их уже можно почувствовать, но если опуститься к высоким, то все будет окей. Ну а что касается нагрева, то не скажу, что G90T это печка. Нет, с нагревом тут проблем нет, хотя в целом по палате он выше, чем у Note 9S. А вот многочасовые троттлинг-тесты показали, что большие просадки на новом драконе, хотя что там, что там, по сути троттлинг незначительный. Ну и по итогам нашей битвы могу сказать, что лучшим выбором для игр будет новый Redmi Note 9S, хотя в некоторых играх он и сливал своему оппоненту, и разгром был уж точно не тотальным. И быть может на Realme еще подвезут оптимизацию, так на Note 8 Pro на том же чипе, как мне кажется, игры идут немного получше. Ну что ж, будем сравнивать. Впереди битвы с Realme 6 Pro, Redmi Note 9, 9 Pro, Honor X10 и так далее. Так что кто за, ставим большой палец вверх и пишем одобряющий комментарий. Как всегда, вашу заинтересованность сижу по этим самым лайкам и комментариям. И ребят, большущая к вам просьба, если хотите, чтобы я и дальше мог делать подобные тесты, пожалуйста, прокликайте по ссылке на приложение GameBench. Ссылка будет в описании под этим роликом, это действительно очень важно. На этом все, всем спасибо за лайки, подписки и колокольчики, ну и конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok